Друзья, всем привет! Меня зовут Женя и я приветствую вас на канале о вязании Yo Happy Toys. Сейчас началась вторая неделя нашего марафона 101 Cotton Toys 3. Бурно у меня началась эта неделя. Выходные были максимально плодотворными. Наконец-то нашила корзинок из джута. Вот они у меня здесь все. Там не только корзинки, но и плейсматы, подставочки под горячее. В общем, я решила перебрать весь свой джут, который вот у меня остался такой толстый. Он лежит уже очень-очень давно. И подумала, что почему бы нет и не нашить корзиночек, пускай и не будут. Я очень давно не бралась за это дело. И вот, наконец-таки, я сделала это и весь его и сшила. Абсолютно весь. И джут, и трикотажную нить, которая у меня там была. А как бы таким поводом послужили мне письма от вас же, от моих подписчиц о том, что помнят еще, что я сшила такие штуки. И спрашивают, из какого шнура я шью. Я начала искать на ВБ эти шнуры и подумала, ну почему бы мне не пошить? Надо бы уже это все сделать. И смотрите, какая еще корзина у меня получилась. Белая. Вот с такой вот бирочкой. Вообще классная. Очень крутая. Конечно, себестоимость такой корзины выходит дорого. В районе тысячи рублей. Ну, чуть-чуть поменьше. Ну, примерно тысячи. И поэтому продавать ее как минимум тысячи за две нужно. Она глубокая, вместительная. Связанная из хлопкового шнура с сердечником 5 мм. Он 4-5 мм. И здесь вот такая вот бирочка, которая не пришивается, а на заклепочке. Очень здорово смотрится. Мне очень нравится, как она смотрится. И я там пока что храню свои готовые работы, свои игрушки. За выходные я успела перебрать все свои бусины, колечки деревянные, которые мне пришли с Алиэкспресс, с ВБ. Перебрала их. Спиртом все обработала. Обработала маслом. Посмотрите, что у меня получилось. Я, наверное, два часа сидела и занималась вот этим делом. Но разложила все по полочкам, по контейнерам, куда мне нужно. Теперь у меня все удобно. Я вижу, где что. Поэтому посмотрите на мое богатство. Мне очень хочется поделиться с вами своими покупками. Я тут себе на прошлой неделе сказала все. Я больше не покупаю ничего для вязания. Но, как вы видите, целая коробочка всяких интересностей у меня снова куплена. И это все для малышей, для самых маленьких. Давайте начнем вот с этих вот наклеечек. Здесь у меня вот эти бирочки. Это подарки. Спасибо за покупку. Ручная работа. Они обязательно пригодятся. И мне понравились вот такие бирочки. Памятка по уходу с завязанными изделиями. В нашем чате по марафону 101 Cotton Toys кто-то из девочек выложил такие. И мне они так понравились. Я сначала подумала сделать на их основе свои бирочки со своим логотипом. Но потом решила, что я сначала куплю эти, буду пользоваться этими. А впоследствии уже буду делать свои бирочки на основании вот этих вот. Потому что логотип еще нужно сейчас придумывать, переделывать. То, что у меня есть, мне не особо нравится. Поэтому пока что я остановилась вот на этом варианте. И очень здесь все четко, понятно написано. Игрушечки. Как-то мне вот понравилось. Можно в заказы складывать. И дальше я хочу показать, какие я купила открыточки. Давайте начнем вот с этих. Я поняла, что у меня совсем нет вот маленьких открыточек для... Не для Нового года. У меня все в основном почему-то для Нового года. А вот таких вот нету. И я вот купила на ВБ вот такие открытки с маленькими зверятами. Они подойдут для отправок. Как для более таких крупных игрушечек. Так и для бэби-боксов. Все они тут такие милые. Очень разные зверята. Мне очень понравились. Так, это я убираю. И еще следом я заказала вот такие открытки. Потому что мне понравилось, что тут написано. Какие-то они такие с приколами, мотивирующие. Вот, например, те, кто говорит, что чудес не бывает, просто еще не знакомы с тобой. Две открыточки. Мне вот это очень понравилось. Будь как славный бегемотик, он забил на все диеты. Любит пухлый свой животик, больше всех на белом свете. Ну, как бы. Если не обращать внимания на трудности, они обидятся и уйдут. Можно тоже вот такие вот смешные открыточки вкладывать. И поднимать настроение своим покупателям. Вот, это по открыткам. Сейчас я их отложу. И давайте посмотрим, что у меня здесь в контейнере. Какие штучки для маленьких. Ну, во-первых, мне пришли снова вот такие вот бусины. Они, оказывается, так быстро тратятся. Буквально там на один грызунок, один держатель для соски. И все, пакетик закончился. Поэтому для обвязки они мне очень понравились. И поэтому нужно, скорее всего, еще сделать заказ. Их я заказываю на Алиэкспресс. Идут они примерно, ну, недели, может быть, две с половиной. Постамат. 18 мм диаметр этих шариков. 18 см диаметр. И мне очень понравилось. И вот именно их обвязывать. Я их отложила пока что все в отдельный контейнер. Потому что я их еще не обрабатывала. Ни спиртом не протирала. И мне предстоит еще их все протереть спиртом. Обработать маслицем. И уже убрать в контейнер, где у меня лежат чистые штучки. Чистые шарики. Вот. Пока что они отдельные. И вот такие мне еще пришли. Снова я заказала. Это, по-моему, диаметр. Ой, не соврать. Скорее всего, 15 мм. Их я по ней, смотрите, как качественно, хорошо сделана. Очень гладенькие. Тоже я их заказывала на Алиэкспресс. И я их не обвязываю. А вот, как вы видели в прошлом видео, у меня там был держатель. Просто маслицем обрабатываю. И они такие все гладенькие, красивенькие. Просто прикреплены. И дальше я, ну, конечно же, начала лазить по интернету. Смотреть, кто какие делает игрушки для малышей. И вот наткнулась на очень красивые изделия. Даже у меня еще тут не открыто. Сейчас я открою. В общем, решила я заказать на Валберес. Попробовать еще вот такие вот кубики. Они сделаны из бука. Бусины из бука. И они очень интересные. С интересным рисунком. Вот, посмотрите, какое тут дерево. Что вот это видно. И это очень красиво смотрится. Единственный минус. Здесь очень тонкая дырочка. Вот, смотрите, какая она тоненькая по сравнению вот с этими. Например. То есть, вязаная косичка сюда точно не пролезет. Ее надо как-то еще просверливать. Может быть, я мужа попрошу, он мне это сделает. Сюда только тоненькая ниточка пройдет. И это очень неудобно. Вот я это сейчас только увидела. Если бы я знала, возможно, я бы и не стала заказывать. Но посмотрим. Возможно, я продырявлю эту дырочку побольше. Спрошу мужа, как это сделать. Каким инструментом. Может быть, он мне поможет. Дальше. Давайте покажу вам вот такие бусины. Силиконовые. Я решила попробовать. Также заказала на Алиэкспресс. Здесь разные оттенки синего. И вы видите, разные оттенки тут. Ну, в общем, для мальчика набор. И набор для девочки. Как я предполагала. Но здесь тоже. Посмотрите, какие тоненькие дырочки. Только под тоненькую резиночку подойдет. Вот такие еще бусины мне пришли. Тоже с Алиэкспресс. Это 12 мм. Посмотрите, какие у них дырочки крупные внутри. То есть туда пройдет и вязаная косичка из воздушных петель. И толстая резинка. Поэтому вот они очень удобные в этом плане. Дальше. На Алиэкспресс я заказала ей вот такую зайку. Это грызунок. И смотрите тоже, какой здоровский у нее рельеф идет. Вот этот деревянный. Очень красиво смотрится. И очень гладенькая. Сделана качественно. Скорее всего, буду заказывать еще. По цене я сейчас уже не вспомню, сколько она стоит. Но, по-моему, 70 с чем-то рублей. Я заказала на пробу. Мне понравилось. Дальше. Вот такие бусины. Нет, давайте сразу еще вот такие гладенькие покажу. Это я не знаю, сколько миллиметров. Я забыла. Но они еще меньше. Если вот это 12, то вот это, скорее всего, 8 мм. Но это я заказывала все на пробу. Для того, чтобы понять вообще, какие размеры мне подходят. И пока что я останавливаюсь вот на этом. На этих больших. Эти пока что не знаю, как буду использовать. А вот эти, скорее всего, буду использовать для закладок. Если буду вязать закладочки, то они очень хорошо к ним подойдут. Такой размер. Дальше. Давайте перейдем к заказам с ВБ. Вот такие я заказала бусины. Тут, к сожалению, заклеено все. Натурально. Но это буковые, по-моему, бусины. Давайте прям я как-то разорву. Давайте достанем. Булковые бусины. Диаметр 12 мм. И они тоже очень-очень гладкие на ощупь. Их не нужно, я думаю, обрабатывать маслом. Но спиртом я их, конечно же, пройду. И опять же, смотрите, какие тоненькие, маленькие дырочки у них. И это огорчает. Это огорчает. Вот у этой, например, вообще дырочка до конца не сделана. И их тоже, вот у этой тоже, посмотрите. Будет сложности с использованием. Во-первых. Во-вторых, они как-то 12 мм. Я думала, они будут побольше. Хотя нет, вот эти тоже 12 мм. В общем, нужно будет обращаться к мужу с вопросом, как увеличивать эти дырочки. Дальше я заказала на Вайлдрис, опять же, вот такую упаковку колец. Они шли совместно с гремелками. Здесь, так, 1, 2, 3, 4, 5 гремелок. Хотя колец 10. А, нет, и гремелок должно быть 10. Там внутри есть еще, скорее всего, 10 гремелок, 10 колец. Плюс еще в подарок они мне прислали вот такие глазки. И посмотрите, какие здоровские кольца. Этот набор, смотрите, какой у них рельеф. Они совсем другие по качеству, чем те, которые я заказывала с Алиэкспресс. Они очень гладкие. Их не нужно обрабатывать маслом, явно. Я только это испорчу. Очень здоровские. Мне очень понравились они. Диаметр их 60... 55 мм. Хотя, я думала, будут 60. Но, думаю, и они тоже будут хорошо идти для погремушек. Даже, вот, смотрите, как-то схоже здесь с зайчиком. Зайчик чуть-чуть посветлее. Стоил этот набор где-то 1200 рублей примерно. И в него входит вот 10 таких колечек и 10 вот таких погремушек. В принципе, мне понравилось. Пускай колечко будет поменьше диаметром, но оно очень красивое. И так же я на пробу заказала на ВБ. Колечки поменьше. Их диаметр, скорее всего, 40 мм. 40 мм. И, да, они, смотрите, такие же. Такие же фактурные. По-моему, тоже бук был написан. Вот так. Вот. Очень красиво смотрятся. Сочетаются. Буду обязательно использовать их. Ну, буду, скорее всего, еще заказывать. Но выходят они, конечно, дороже, чем на Алиэкспресс. Вот, наверное, из пяти штучек набор. Там стоил 400 с чем-то рублей. 430 где-то вот так. И еще последнее, что я заказала, это вот такие бусины. Бусины 16 мм. Но можно было бы и побольше, наверное, 18 все-таки. Хотя зачем смысл? Если я буду 18 мм обвязывать, то фактура здесь мне не нужна. А эти можно использовать без обвязки. И посмотрите, какой красивый у них рисунок. Какие они все разные. Они очень гладкие. Ну, дырочки мне тоже... Конечно, они побольше, чем на тех. Но все равно они маленькие. Я бы хотела, чтобы они еще больше были. И какие-то не очень аккуратные. Придется их как-то еще отшлифовывать, что ли. Посмотрим, как будет это все в работе. Сколько здесь штук. Сейчас, если написано на упаковке, я вам скажу. Ой, нет, тут не написано, сколько штук. Я уже не помню. Наверное, штучек 30. По цене сейчас не скажу. Не вспомню девчонки. Но, наверное, на этом я все-таки заканчиваю свои покупки. Нужно сначала использовать весь этот материал. Посмотреть, будет ли вообще спрос на бэби-боксы. Но зато теперь я знаю, где, если что, что мне заказывать. Где какие материалы, какого размера. Поэтому, в принципе, мне теперь все понятно. Вот такие колечки пойдут для грызунков. На грызунки вешать. Можно на бусы вешать. Для обвязки. Заказывать на Алиэкспресс. Как итог подвожу. Заказывать для обвязки бусины выгоднее и удобнее на Алиэкспресс. Такие простенькие. А для добавления... Для добавления просто в качестве необязанных можно использовать и вот такие красивые. С рисуночком бусины. И колечки. Вот эти, конечно, мне тоже очень-очень понравились. Очень красиво смотрятся. Вот. На этом мои покупочки закончились. Кстати, еще хотела сказать по поводу пряжи. Газал Бэби Катон. Которую я говорила как-то, наверное, позапрошлом видео о том, что она, по-моему, 70% из хлопка и 30% акрил. И, как я говорила, нет необходимости заказывать ее вместо Ярнар Джинс. Но мне в комментариях девочка одна написала, что у них есть еще разновидность пряжи, которой 100% идет хлопок. Как-то она называется. Газал Бэби Котон. Вот сейчас уже не вспомню название, но эту пряжу я заказала. И я вам обязательно покажу, какая она будет. Она еще у меня придет. На ВБ стоит она, конечно же, дороже, чем джинс. Я заказала два мотка зеленого цвета. 100% хлопок. И просто хочу посмотреть, что это за ниточка. Есть ли смысл мне ее использовать. Понравится она мне или нет. С вами, конечно же, поделюсь этим. А сейчас мне предстоит это все обработать, протереть и разложить в свой контейнер специальный для маленьких. Так что я богатая сейчас буду творить и вытворять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в выходные же я завершила вязание своей зайки в сарафане. Покажу вам результат, готовую работу в конце этого видео вместе с другими результатами. Это первая моя готовая игрушка второй недели марафона 101 Cotton Toys. И сейчас я вяжу еще одну игрушку. Вернее, я уже ее связала, но мне осталось связать одежку. Это моя новая игрушка. Это кошечка рыженькая. И мне хочется показать, как я ее начала. Показываю вам процесс по кошечке. Я хотела ее связать, как я уже говорила, использую вот такие цвета. Это Alize Cotton Gold. И для одежды, для платья, или уже не для платья, я уже даже не знаю, что будет. И зеленый цвет подобрала, пока так на цветах я остановилась. Но вот сама кошечка претерпевает изменения. Изначально я хотела ее связать ровно по мастер-классу по своей зайке в сарафане. Я связала мордочку, связала ушки. Конечно, они совсем другие, не как у зайки. Утяжка в точности, как у зайки получается, вышила ей такие светленькие. Это не белый цвет, больше какой-то ближе к бежевому. Просто на видео он кажется ярким белым. Носик и бровки. Слишком сильно набила игрушку, поэтому утяжка получилась не такая явная, как у моей прошлой зайки. Если голова не так сильно набита, то вот щечки получатся более выразительными. А здесь я набила посильнее, потуже, поэтому и щечки у меня такие не сильно выделяются. Но все равно мне нравится, пока что получается. И начала я вязать лапки, и вдруг, как обычно, меня что-то как-то понесло не туда. И посмотрите, какие лапки у меня получаются. Это совсем уже не те лапки, как у зайки в сарафане. Соответственно, игрушка будет другая. То есть, скорее всего, она будет меньше ростом. И она будет тоже в комбинезоне, как и зайка в сарафане. Единственное, у зайки комбинезон такой расширенный, как галифе, штанишки. У кошечки я хочу сделать более приталенным этот комбинезон. Комбинезон я делаю для того, чтобы, если ребенок раздевает игрушку, чтобы игрушка не валялась голенькой, чтобы было какое-то нательное белье. Вот такие вот. Смотрите, какие ручки получились. Дальше я хочу сделать... Кошечка будет поменьше ростом, чем зайка в сарафане. Хочу ее сделать немножко такой плотненькой, более толстенькой. И ножки будут сгибаться только в районе попы, чтобы она могла сидеть. Я не буду делать сгиб в коленках, не буду делать сгиб в щиколотках. Мне этого не хочется. Но хочу, чтобы игрушка при этом спокойно сидела. С опорой, конечно же, на что-то. Потому что это очень удобно, когда игрушку можно посадить, по моему мнению. Вот. Поэтому пока что вот такие вот у меня... Пока что вот такой вот у меня процесс. Я прикладываю здесь вот такой зеленый. Мне кажется, так здорово это смотрится. Мне даже вот этот вот зеленый нравится больше, чем темно-зеленый. Свет ли он как-то так освежает? Ну, опять же, я еще не знаю. Я не знаю, будет ли это платье, будет ли это сарафан. У меня есть мысли о том, что это будет комбинезон или штанишки с кофточкой. В общем, у меня так много идей, а основной идеи нет. Я смотрю картинки на Пинтерест. Просто в браузере смотрю картинки, ну, разные иллюстрации кошечек. Но пока что у меня вообще никаких идей нету. И я не знаю, что в итоге получится. Но надеюсь, что игрушечка все-таки получится. Вот. Но мордочка мне очень нравится. Еще бы ее подрумянить, и вообще она оживет, мне кажется. Друзья, сегодня вторник. Глубокий вечер, но я не могу дождаться утра, чтобы не показать вам, что у меня получается, потому что мне безумно хочется ее собрать, а нужно показать процесс. В общем, у меня тут все на булавочках. Ушки на булавочках, ручки на булавочках. Голова на спице крутится. Вот такая котейка у меня получается. Честно, я пока не особо понимаю, довольна я ей или нет. Как-то я с подозрением еще на нее смотрю. Хочется все-таки ее полностью собрать и завершить. Завершить образ и уже потом давать какие-то оценки. В общем, как я и планировала. Здесь ножки вот такие. С пяточкой даже, с небольшой. Хотела делать носочки и потом передумала. Не знаю почему, но, в общем, передумала. Ножки сгибаются вот здесь, для того, чтобы кошечка могла сидеть. Сейчас попробую ее вот так вот посадить. Падает, скользит. Сидеть с опорой на спинку. Ручки я пришиваю для того, чтобы было все максимально ровно. Буду пришивать под воротничок. Также сделала, как и у зайки в сарафане, здесь такую стоечку. Мне очень нравится этот эффект, потому что, когда пришиваешь голову, не видно каких-то неровностей швов. Вот этот вот воротничок, стоечка, она все какие-то косички прикрывает. Здесь, значит, ножки, ручки. В общем, не знаю, что еще показать. Вот такая кисонька. Она получается по размеру вот. Потом измерю, в конце уже видео. И сейчас я ее соберу сегодня вечером точно и уже буду думать над одеждой. Теряюсь, если честно, какую одежду ей связать. Комбинезон сначала хотела или штаны, но вот так как у нее такой довольно-таки объемный комбинезончик получился, нательное белье, мне уже как-то штаны на штаны не хочется делать. Хочется платье. Платье мне хочется спицами, но я понимаю, что очень многие не любят вязать спицами, поэтому, скорее всего, будут вязать крючком. И мне не хочется платье как таковое, мне хочется какой-то сарафан придумать, сделать. И, скорее всего, это будет сарафан. И на головушку, может быть, какую-то повязочку. Не знаю. В общем, пока все, пока образ в тумане. Как-то у меня эта кошечка родилась неожиданно. Как будто не я ее придумала и вязала, а как-то сама по себе она появилась в моей жизни. В общем, такая малышка. И вчера вечером я ее завершила. Мне осталось вязать только одежду. Я вам сейчас ее покажу. В эту киску я, правда, я вот на нее смотрю, и она мне так безумно нравится. Она такая какая-то... Она какая-то компактная. Она... У нее соблюдены какие-то вот пропорции, как я и хотела. В общем, давайте не буду томить. Покажу вам так. А уже в конце видео покажу, какую одежду я ей все-таки придумала. Поэтому пока что она без одежды. Пока у меня в голове есть отдаленные мысли, что... Какую одежду ей сделать. Но пока она у меня вот в таком костюмчике, в нательном белье, в комбинезончике. Посмотрите, какая малышка получилась. Я смотрю на нее. Я влюблена, честно. У нее тут напудренные щечки. В руках она... Ну вот. Поменьше, чем зайка ростом. Ручки пришивные. Ножки сгибаются только в попе, в месте, где она будет сидеть, с опорой на спинку. Сама она, конечно же, не сидит. Жалко, здесь фокус плохо ловится. Вот пока что вот такая вот игрушечка. Она уже, я считаю, готова и обязательно уже будет завершена к концу этой недели. Войдет в отчет марафона 101 Cotton Toys. Сегодня я ей придумаю наряд. Хотя у меня есть уже мысли, что ей сделать. Но вот придумаю. И сзади у нее есть хвостик. Как же это кошечка без хвостика? Сначала я побоялась, что хвостик будет мешать ей сидеть. Но нет, смотрю, все отлично. Он так складывается. Он не набит холофайпером. Он такой гибкий. И поэтому вот так вот складывается. И кошечка спокойно сидит. Очень мне понравилась игрушка. Как вы знаете, в начале я говорила о том, что хочу связать эту кошечку по мастер-классу зайки в сарафане. И так это и началось изначально. То есть голова связана абсолютно по этой же схеме зайка в сарафане. Ушки, конечно же, другие. И в теле, в туловище. Я просто очнулась, погрузилась в какой-то транс. И уже очнулась, когда связала ручки этой кошечки. И поняла, что они совсем другие. Не как у зайки. И тут я поняла, что и ножки, и туловище, и комбинезон мне хочется сделать другим. Мне хочется, чтобы она была такая, поменьше немножко ростом. И немножко пухонькая, что ли. Ну, какая-то вот такая. Такая она у меня и получилась. Вообще, я порой боюсь себя, потому что, когда я начинаю вязать какую-то там игрушку, мне кажется, у меня мыслей нет. Я начинаю следить за тем, о чем я думаю. У меня мыслей нет в голове вообще никаких. У меня пустая голова. И руки просто работают. А в итоге получается какая-то игрушка. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю этому объяснения. Как будто откуда-то вот сверху какая-то информация приходит сразу в руки. И они вяжут, вяжут, вяжут. А потом тадам! Потом получается игрушка. В общем, я довольна результатом. Очень она мне нравится. Я вот ее взяла, смотрю. Мне хочется ее трогать, смотреть на нее. Но проблемы с нарядом. Мне не хочется делать точно такой же наряд, как у зайки в сарафане. Хочется что-то новенькое, чтобы был вариант, выбор. Но я понимаю, что штанишки здесь будут, наверное, неуместны. Потому что штаны на штаны одевать как-то не очень. И при этом вот это вот тело вместо попы. У меня тут, кстати, у нее есть вывязанная вот такая вот попа. Вот. Оно какое-то такое толстенькое. Если будут штаны, то, особенно если из ярнар джинс для мастер-класса, как я обычно делаю, чтобы все было примерно из одной пряжи, то они будут слишком толстые, слишком объемные. Она будет какая-то такая вот широкая. И я пока вот в замешательстве. Делать штаны или юбку, или сарафан, или платье. Для себя бы я, конечно, связала платье спицами. И это был бы идеальный вариант. И думаю, что я это осуществлю. Я обязательно для нее свяжу такое платьишко. Но я понимаю, что будут просить мастер-класс на эту кошечку. И, соответственно, очень многие не любят спицы. И выбирают крючок. Поэтому хочется одежду связать крючком. Чтобы была и крючком, например, и спицами уже на крайний случай. Вот. Как вам, малышка, на этом этапе? Пишите, какую бы одежду вы для нее придумали. Как вам кажется насчет штанов? Подошли бы ей штаны или нет? Все-таки нужно платье. Буду все читать. И всегда прислушиваюсь к вашим комментариям и к вашим мнениям. Встретимся с вами попозже. В конце недели. Сегодня среда. Вот у меня на среду такой результат. Готовая зайка, готовая киска. И встретимся с вами уже в конце недели. Скорее всего, это будет выходной. Я на столе покажу готовые работы за всю неделю. Я надеюсь, что я успею кроме этой зайки, кроме киски связать еще какую-нибудь игрушку к марафону. Но посмотрим. Хотя бы, может быть, погремушку, может быть, к этой зайке погремушку, к киске погремушку связать, так же, как и к зайке, и сделать какой-то такой бэби-боксик небольшой, дабы у меня материалов для бэби-боксов уже много, а я как-то перегорела. Я уже что-то как-то не хочу. Я этот огромный бэби-бокс связала и успокоилась. Не знаю, советуйте, девчонки, что связать. Ну, наверное, погремушку точно свяжу, а дальше как пойдет. Ну, комфортер, кстати, да, комфортер тоже можно связать, чтобы такой небольшой бэби-бокс был из нескольких, из нескольких, из нескольких предметов. И, кстати, у нас в марафоне есть номинация бэби-боксы. Надо еще раз почитать. И, может быть, в эту номинацию мне и включить, и повязать на бэби-бокс. Будет бэби-бокс вот из этой вот кошечки, как раз для девочки. Для мальчика у меня есть, будет еще для девочки. В общем, подумаю я об этом и попробую. Но сначала надо одежду навязать. Ну что, очередная упаковка заказа. Мне заказали связать две вот такие вот два грызунка и два держателя для сосок. Я связала. И сейчас я буду это все отправлять, упаковывать. Одну я уже упаковала вот в такой вот пакетик. И второй я также сейчас упакую в такой же пакетик. Получается, что это два набора. Различаются по цвету бусины. Вот в этом наборе они более желтые. А вот в этом более светлые. И это произошло из-за того, что у меня просто было два разных производителя оливкового масла. Вот эта бутылочка у меня закончилась. Я купила новую. Они немножечко светлее получаются. Вот, посмотрите. Но тоже очень красиво. Вот. Я подготовила вот такую небольшую коробочку. Я не буду какой-то там наполнитель, скорее всего, класть. Просто положу тишью вот такого белого красивого цвета, нежного. И сложу туда эти наборчики. Думаю, вот так там вдвойную. Вот таким образом я эти два наборчика сложу. Так, давайте положим туда открыточки, которые я купила для детишек. Можно положить, вот, например, мишку и зайчика. Сюда можно добавить вот бирочки. Вот такие вот. Ну, так как два наборчика, пускай и две бирочки будут, вдруг будут дарить и заодно пригодятся. И сюда же я добавлю свою визитку. Только сейчас напишу на ней свой номер телефона. И положу сюда. Нужно как-то найти время заняться этими визитками. Но я все, я все никак. И сюда я сейчас приклею какую-нибудь красивую наклеечку в подарок к коробочкам. Я когда маленькие коробочки, по-моему, вот эти заказывала, мне приходили вот такие наклеечки. Все, закрываем. Вот такая вот милейшая коробочка получилась. И сейчас я сюда на нее тоже, конечно же, наклею какие-нибудь наклеечки. Я очень люблю клеить наклейки. Я, наверное, свое детское увлечение, какое-то детскую любовь к наклейкам воплощаю сейчас в этих подарочных, ну, в этих коробочках. Мне нравится. И пускай есть люди, которые мне пишут, что некрасиво, лучше оставьте крафт, пускай будет так. Но по мне так красивее. И поэтому я буду делать так. Вот такая вот у меня коробочка получилась. Я ее отправлю завтра по почте. Скорее всего, завтра. Надеюсь, у меня это получится сделать. Поедет мой заказик. Я очень рада, что понравились вот эти наборчики для малышей. Что очень всем понравился мой бэби-бокс. И я очень рада, что уже начали поступать заказы по определенным вот изделиям, которые в него входят. Сегодня четверг. Собираюсь на работу. И хочу вам показать, что у меня осталось от вот этого 29 зеленого цвета. Такой он красивый, как он мне нравится. В общем, вчера я довязала кошечку полностью. Этот цвет я вообще не использовала. Я пыталась его использовать для украшения платья. Даже связала вот такую вот брошечку. Но в итоге она мне никуда не подошла. Я не стала ее никуда примерять. Никуда ее, в общем, не стала применять. И сейчас я хочу приступить к вязанию погремушки к этой кошечке. И также я ее буду вязать вот из этих цветов. Это ализе. Ой, да. Это ализе. Какой же этот ализе? Это ализе. Вот от него этикетка. Это ализе 02. Цвет рыжий вот такой. Очень красивый. Мне очень понравился. Глубокий такой рыжий, не оранжевый. В общем, понравился. Начинаю сейчас вязать погремушку, кошечку, с вот таким вот зеленым воротничком. Это цвет номер 29. Ярнар джинс. И, скорее всего, не знаю, добавлять вот этого белого цвета или нету, или нет молочного. Сейчас посмотрю, как все пойдет. Пока ничего не буду говорить, потому что что-то в последнее время у меня все идет не по плану. Тут, видите, у меня еще юбочка осталась. Я вам попозже расскажу. Это юбочка для кошечки. Я вчера вообще намучилась с этими нарядами для нее. Я целый день вязала, перевязывала, распускала. В общем, целое дело. Такая юбочка. Вообще, мне хочется ее распустить. И если мне вдруг не будет хватать пряжи, то я буду ее распускать. Но мне хотелось вам показать, как она смотрится, как на ней сидит, потому что, в принципе, тоже неплохо все сидит. Вот. Ну, чуть-чуть попозже покажу в конце видео уже. Ну, по головушке, по гремушке, котика, или кошечке, скорее, у меня готово. Я буду использовать вот такое вот колечко. Вот такое оно красивое. Его я все-таки обработала не просто спиртом. Они уже были обработаны. Его я покупала на ВБ. Но мне захотелось тоже обработать его маслом, оливковым маслом. И оно стало какое-то более коричневое. Мне кажется, очень красиво смотрится. Единственное, я сомневаюсь по поводу размера, потому что оно по размеру меньше, чем я использовала ранее. Вот у них отличаются отличаются размеры. Но мне очень нравится, какая фактура получилась. И поэтому я буду его использовать. Ну, пускай оно будет чуть-чуть поменьше. Мне кажется, ничего страшного. У детишек маленькие ручки. И будет довольно удобно его держать. Буду использовать колечко. И, конечно же, это погремушка. Вот такая у меня гремелка. Мне зрительница моя в комментариях написала, как сделать так, чтобы гремелка гремела громче. Это нужно обмотать. В общем, нужно сделать мешочек тканевый и положить туда гремелку. И тогда она будет лучше греметь. Но я все-таки этим сейчас заниматься не буду. Я просто в самую верхушку эту гремелку положу. чтобы она погромче гремела. И мне кажется, будет нормально. Манят меня вот эти вот штуки. И мне так хочется что-то с ними сделать, но я не могу придумать, что. Может быть, эту медузку, наверное, прикольно, когда медузка, можно там на коляску ее подвесить, и ребенок будет тянуть за эти щупальца и играть. Медузок, может быть, повязать. Но пока одно дело. К медузкам перейду позднее. Нравилась мне идея о том, чтобы в мешочек положить гремелку. Но мешочек мне делать не хотелось, и поэтому я ввязала его вот так вот пряжей. Вот так он гремит. Обвязанный. Может быть, вот так. Чуть-чуть поглуше, но сейчас посмотрим, как это будет все звучать в самой погремушке. Сейчас попробую туда его поместить. И посмотрю, насколько глухо он там будет звенеть. Как мне не терпится вам показать уже, какая кошечка у меня получилась симпатичная. Какой котеночек получается погремушка. И, кстати, гремит он так хорошо. Мне нравится. Не сильно громко, не глухо. Холофайбер не забил вот эту вот погремушку. Возможно, я так и дальше буду делать. Обвязывать вот эту вот кругленькую часть. Это быстро очень. Я просто шить ненавижу. Ну вот не люблю я шить иголками. И особенно вот эту ткань отрезать. Что-то для меня это прям вот мучение. И поэтому для меня вот обвязать гораздо быстрее. Смотрите, я тут уже все подготовила все детали. Сейчас я буду пришивать. Глядите, какое красивое колечко. Прям мне очень нравится. Какое оно, как дерево на нем видно. Супер. Ну и что, что оно маленькое. Единственное, что меня беспокоит, что она будет меньше девяти сантиметров. И эта погремушка не сможет войти в отчет по 101 котам, то есть в марафон. Не знаю, какая она будет. Когда уже сошью все, то измерю. Тут у меня ушки. Здесь у меня вот такая вот розочка с листочком. Не будет никаких у погремушки повязок. Все будет пришито крепко, чтобы малыш делал с ней, что хотел и ничего не оторвал. В общем, не терпится мне уже это все завершить и вам показать. Сейчас я буду, сегодня вернее, я буду пришивать, собирать погремушку и начну вязать у котенка комфортер для этого же бэби-бокса. 29 марта и я довязала погремушку сегодня с утра и сейчас передо мной снова эти же цвета, так как я планирую связать еще комфортер для нового бэби-бокса, для девочки, для кисоньки. Голова будет, конечно же, рыжий, воротничок зеленым и основа комфортера будет вот таким молочным цветом и надеюсь, что получится красиво. Хочу подвести итоги второй недели марафона 101 Cotton Toys. Вы видите, у меня уже здесь есть готовые работы, есть что вам показать и я смотрю и думаю, все ли у меня тут есть, все ли я принесла, но вроде как да. Давайте начнем с первой игрушки, это зайки в сарафане, вот такая она у меня получилась. Вы помните, я рассказывала, что первую зайку у меня купили, а эта зайка связана повторно для знакомой девушки, заказчицы, она никак не может ее забрать и поэтому я с ней договорилась, сообщила, что ей обязательно свяжу и эта зайка ее будет ждать. И она мне прислала фотографии ее комнаты, где у нее были такие персиковые шторы и ей эта игрушка нужна для интерьера, чтобы украсить интерьер, поэтому я связала ей вот такую вот зайку, в персиковой одежде. Очень, мне кажется, красиво получилось, мило, здорово. И сама мордашка зайки в этот раз у меня получилась такая выразительная, как мне кажется. Как-то у меня по-другому получилось сделать ей утяжку. Мне кажется, я просто гораздо сильнее это все ниточки утянула, и поэтому вот она такая у меня получилась интересная. Здесь бантики, бантики снимаются. ну и вот такой вот сарафанчик. Мы с ней договорились, что второй комплект я ей также отдам. Она его будет одевать на какой-нибудь праздник, на Новый год, например, будет сама играться. Это очень радует, что даже взрослые покупают игрушки для своего интерьера, для украшения своего дома. Меня это очень-очень радует. Давайте измерим рост зайки. Само интересно, какого она размера. Вот получается у меня где-то 31 сантиметр зайка. Милажная, прекрасная зайка. Вот так. Ну что, и давайте я ее немножко уберу в сторону, и мы перейдем к другой игрушке, к новой моей игрушке. В общем, я скажу вам так, накрылся у меня дракоша. Вы знаете, что я в прошлом видео говорила, что мне хочется вязать дракончика для бэби-бокса, но что-то пошло не так в какой-то момент, и накрылся у меня дракончик, он у меня не получился, а получился вместо дракоши кошечка. Вот такая вот, то есть, почему не получился дракончик, потому что вот этот зеленый цвет я брала именно для кошечки. Это цвет номер 29, я не стала убирать этикетку номер 29 от Ярнар Джинс. В общем, с этой кошечкой было много всего интересного. Ну вот, полюбуйтесь пока. Покажу вам с разных сторон, какая она у меня получилась. Я довольна игрушкой, мне она очень нравится, я любуюсь ей, она прекрасна. Я попыталась ей затонировать щечки, но что-то как-то не очень это видно, она такой рыжей пряжа. Цвет пряжи, я уже ранее говорила, скажу еще раз. Это Элизе Коттен Голд номер 02. Значит, платье это Ярнар Джинс номер 29. И костюмчик, пижамка, сейчас я ее раздену, покажу вам. Это 62 Ярнар Элизе Коттен Голд 62. Предыстория. Эту кошечку я хотела вязать ровно по мастер-классу вот этой вот зайки в сарафане. Но посмотрите, какие они получились разные, насколько меньше размер. Давайте измерим кошечку. Если зайка это 31 сантиметр, то кошечка у меня получилась примерно 20-21 сантиметр в высоту. Но меня это нисколько не смущает, мне наоборот такая игрушка очень нравится. Я начала вязать кошечку по мастер-классу зайки в сарафане. Связала голову начала вязать ушки и потом что-то пошло не так. Давайте сразу буду раздевать и рассказывать. Что-то пошло не так и я поняла, что я хочу совсем другую игрушку, не хочу повторяться, не хочу снова делать тело как у зайки. Хотя было бы красиво, я думаю. И вы можете попробовать связать такую кошечку по мастер-классу зайки. Вот такая она у меня получилась кисонька. В общем, ручки, как вы видите, связаны совсем по-другому. Тут вот так. Ножки сгибаются только в месте сидения. Вот так. То есть кошечка очень хорошо сидит с опорой на спинку. Здесь просто ножки. В принципе, можно и какие-нибудь тапочки связать, балеточки сарафане, ну, впоследствии такой хвостик, попа. У кошечки есть попа небольшая. И вот такая кисуля у меня получилась. Я думаю, что из этой киски девочки также можно сделать и котика. Я не знаю, кто подписан на меня в телеграм-канале, там я выкладывала, да и вконтакте, по-моему, я тоже выкладывала фотографию. Одна девушка связала зайку в сарафане в виде мальчика и до половины она связала штанишки одним цветом, сделала здесь вот такой вот поясок, а кофточка была уже другим цветом и получился такой брутальный зайчик в костюмчике. Это очень здорово смотрелось, поэтому я думаю, если этому котенку тоже наполовину связать, например, какого-нибудь другого цвета штанишки, сделать поясок и кофточку связать другим цветом, то будет настоящий котик, мальчик, и мне очень хочется попробовать все-таки такого тоже связать. В общем, вот такая кошечка. Вот такое платье пышное у меня получилось очень, оно мне понравилось в итоге, хотя с этим платьем я очень сильно намучилась, я вязала его больше суток, наверное, потратила только на одежду, потому что никак у меня не получалось вывязать такую конструкцию, чтобы красиво смотрелось, то у меня получалось, получались пышные рукава, и зайка казалась таким сумоистом, ой, зайка-кошечка казалась таким, ну, какая-то плечистая, некрасиво было, то у меня как-то не складывалось с этими оборками, то я не понимала, откуда делать расклешение самого платья, потому что вы видите, фигура зайки такая довольно пухленькая, и она раскрывается, расширяется к попе, ну, вот к этому месту, и поэтому одежда как-то сидела несуразно. Я связала вот такую юбочку изначально, вот такую я хотела использовать 60, ой, не помню, какой это номер цвета, ну, в общем, сейчас я примерю вам эту юбочку, она тоже неплохо смотрится, и я не хотела делать ей никакую кофточку, сейчас завяжу, вот так вот смотрится юбочка, и думаю, что тут уже не нужна никакая кофточка, сделаю, как мне думалось, повязочку, и будет красиво, но в принципе неплохо смотрится, но что-то не то, какой-то неполный образ, чего-то не хватает, и поэтому потом я решила, дай-ка я ей примерю, эту юбку я буду распускать, потому что, ну, ни к чему она не понравилась, и потом я решила, дай-ка я ей примерю кошечке зайкин сарафан, как вообще он к ней подойдет, будет ли смотреться, и я была, честно сказать, просто в восторге от результата, смотрите, конечно, тут бантик слишком крупный для кошечки, ну, так, для общего вида, можно бантика поменьше сделать, смотрите, какая прелесть получилась, и как ей подходит этот сарафан, он и подлиннее подходит, и образ завершенный получается, в общем, я в полном восторге, мне очень нравится такой вариант кошечки с этим красным сарафаном, этот цвет ей также идет, вообще красный цвет много кому идет, ну, здорово, скажите, пишите в комментариях, как вам, какой образ в итоге больше нравится в зеленом платье или вот в таком красном сарафане, мне нравятся оба образа, но мне, опять же, не хотелось повторяться, я подумала, что у меня очень многие девочки уже купили мастер-класс по зайке в сарафане, и я покажу во влогах, что этой кошечке подходит и такой сарафан тоже, и для тех, у кого есть этот мастер-класс, они могут поиграть с одежкой или так, или так, то есть будет какое-то новое платье, и плюс еще можно будет ровно по мастер-классу зайка в сарафане связать для кошечки тоже такой сарафан, как здорово, как здорово она в нем смотрится, и я, когда увидела вот это вот расклешение от груди у кошечки, я поняла, что мне нужно вязать платье ровно такое же, с таким же расклешением, потому что, ну, правда, ей оно очень-очень идет, и я поняла, что где вот плечи, где вот эта вот кофточка, не должно быть оборок, ничего не должно быть, и мне не хотелось делать опять же сарафан, и вот поэтому получилось вот такое вот платье, где верх приталенный, и снизу сильно расклешенный, и клеш начинается от груди, ну, в общем, вот, как-то так я сказала, давайте я переодену и покажу дальше, что у меня дальше, в общем, в общем, я в восторге от того, что одежка от кошечки подошла к зайке, тьфу, наоборот, я в восторге от того, что одежка от зайки подошла к кошечке, и вот, кстати, я зайке не примеряла это платье, давайте попробуем, примерим, вдруг оно ей тоже подойдет, как будет смотреться, я впервые это делаю вместе с вами, как-то я до этого не додумывалась, смотрите, как здорово, класс, я счастлива, я рада от того, что игрушка сильно меняет, ну, вот этот свой образ зайки, можно платье немножечко даже удлинить, а можно и нет, чтобы так красиво смотрится, смотрите, здорово, то есть, то есть это классно, когда одежда подходит сразу нескольким игрушкам, и получается такой, вариант выбора одежды, а может быть, комплектов одежды, например, кто-то заказывает с разными комплектами, и это супер, я рада, мне нравится, как вам зайка, пишите в комментариях, понравилось вам или нет, и, кстати, ей этот цвет тоже идет, он такой весенний, красивый, зелененький, ну, здорово, ладно, давайте всех переоденем обратно, и покажу вам дальше, какой я набор вяжу, в общем, я рада, что так все получается, теперь я это все нафотографирую, и я смогу своим заказчикам предлагать игрушки в разных вариантах, в платье, в сарафане, может быть, несколько комплектов, и когда несколько комплектов одежды, это всегда очень хорошо, это всегда интереснее рядить, вы видите, у нее на голове повязочка с розочкой, сначала я пыталась сделать вот такую вот брошку, на платье ее можно было бы прикрепить, вообще, я хотела, ну, вот эту вот, вот эту юбочку сделать, и брошку каким-то образом прикрепить на шею, мучилась, пришивала ее к резиночке, потом, значит, просто воздушными петлями делала, но сзади мне не понравилось то, что, во-первых, тут платье на завязочках, и вот эта вот брошка получалась на завязочках, и эти завязочки сзади очень некрасиво смотрелись, поэтому от такой брошки мне пришлось отказаться, и я сделала просто вот такую вот повязку на голову, сзади ее зашила, чтобы не было никаких пуговиц, никаких дополнительных завязочек, так как предполагается, что все-таки эта игрушка идет в baby box, чтобы чем меньше тут всяких мелких деталек, завязушек, пуговок, тем лучше. Вот одна завязка на платье, и достаточно. Так, и что дальше? И дальше связала по гремушку. Вот такая кисулечка у меня получилась. Гремит не сильно громко, но достаточно хорошо гремит. Ранее видео я показывала, что я обвязала саму гремелку столбиками без накида, и мне, кстати, понравилось так делать. Погромче гремит, но согласитесь, это не та погремушка, которой нужно отвлекать ребенка. Например, я помню, когда малыша одеваешь гулять, чтобы он не плакал, это, я не знаю, песни плянцы с бубном, надо вокруг него танцевать, и, конечно, вот с таким звуком погремушка не подойдет. Там нужно более что-то такое яркое, энергичное, громкое. А вот такие погремушки, они так и просто для интереса, для рассматривания больше подходят. Гремит, но не сильно громко, не напрягает слух. В общем, мне очень понравилось. На голове я пришила вот такую брошечку в виде розочки с листочком, и мне кажется, что это тоже хорошо. Не стала делать вот такую завязочку, потому что малыш ее может стянуть, сорвать, и как-то вот образ у меня сложился, и набор мне уже, и мне уже видится, какой будет набор в дальнейшем. Я здесь навязала, вы видите, вот такие бусины обвязала. Это будет грызунок. Я его, думаю, сегодня соберу, и все будет у меня закончено. Ну, и я думаю, что я его сегодня соберу. И, соответственно, давайте мы переходим с вами к моему процессу, который я вяжу, к этому бэби-боксу. Я вяжу... Так, покажу вам свою корзинку. Сейчас я эти сюда уберу. Показываю. А, стоп! Давайте измерим. Давайте измерим погремушку. В отчет 101 Cotton Toys входят игрушки от 9, что ли, сантиметров. Если я ошибаюсь, поправьте. Вроде 9 сантиметров. 9-10. Но вот эта погремушечка с колечком почти 12 сантиметров у меня выходит. Поэтому я думаю, что она входит у меня в готовые работы. И, соответственно, получается, что за вторую неделю марафона у меня три готовые работы. Это зайка, кошечка и погремушка. Вот. На этой неделе пока что только три. Сейчас я их зафотографирую для отчета. И выложу. И давайте я сейчас покажу процесс, который у меня пойдет на следующую неделю. Это будет комфортер кошечка. Вяжу я комфортер по мастер-классу комфортера на зайку. Все тут одинаково. Одинаково вяжется голова. Одинаково она будет вышиваться. Вот такая у меня голова уже получилась. Она мягкая. Достаточно. Специально не делаю для комфортера тугую голову, чтобы он был легче. Я связала ушки. Вот они. Еще не на макушке, но скоро будут на макушке. Я связала ушки. Буду вышивать мордочку. Не знаю, какая она получится. Надеюсь, получится красивая. На голову комфортеру я также, думаю, сделаю вот такую розочку, чтобы все было в одном стиле. И сам комфортер у меня будет молочного цвета. Элизе Коттенголд номер 62. Я начала вязать с ножек. И сейчас он будет у меня увеличиваться, увеличиваться. И мне кажется, будет красиво смотреться. Добавлю еще розового. И будет все супер. В общем, в Бэби Бокс у меня точно будет входить большая игрушка-кошечка, погремушка-кошечка, комфортер, грызунок круглый. И, скорее всего, держатель для соски я тоже сделаю. Вообще, по поводу этих держателей для сосок, они делаются, по моему мнению, довольно сложно. Может быть, я как-то неправильно его делаю, и я никак не могу выработать, как правильно, как проще его сделать, и при этом, чтобы он был крепким. Мне пишут вконтакте девочки показать схему, как я вяжу этот держатель для соски, но показать его в PDF-формате, в текстовом варианте, я пока не понимаю, как это все объяснить, чтобы было доступно. И поэтому у меня уже началась появляться такая идея, что нужно снять мастер-класс, видео-мастер-класс по держателю для соски, то, как его собираю я, как я обвязываю бусины, как я делаю там мордочку, как я это все креплю. И если я сделаю этот мастер-класс, видео, то он будет бесплатным, потому что информации не так много, как делать эти держатели для сосок. Я когда сама начинала их вязать, я много-много чего перешерстила, пересмотрела, но ничего мне более-менее подходящего я не нашла. Поэтому я из разных мастер-классов начала делать по-своему. И то использовать, у кого-то это подсмотрела. И так как запросы на эти держатели для сосок есть, как на физический товар, так и просят мастер-класс на них сделать, то я, скорее всего, буду пробовать, буду это делать. Сделаю маникюр сначала себе красивый, и начну этим заниматься. Думаю, сделаю бесплатный видео-мастер-класс. Потому что этот, как бы, компонент, этот, потому что эта деталь, эта деталь бэби-бокса очень востребованная. Все просят эти держатели для сосок. Ну, мне так сложновато их делать, даются они мне сложно, конечно, делаю я их быстро, за вечер, но там много всяких вот таких вот узелков, чтобы это все не вылазило, чтобы эта резинка крепко держалась, ее длина должна быть определенной, там не больше 20 сантиметров в растянутом виде. В общем, такая, это замороченная деталь. Поэтому вот пока в планах видео-мастер-класс на нее. Думаю, она пригодится. Так, я показала вам свои процессы, свои планы. То есть, на следующей неделе я довязываю комфортер, я все-таки сделаю держатель для соски, потому что его часто спрашивают, я все-таки сделаю грызунок. Есть одна номинация, которая относится к бэби-боксам, мне бы очень хотелось в ней поучаствовать, но там должно быть 5 игрушек, в него входить по правилам, по-моему, 5. И вот у меня как-то не хватает, потому что в него не будет входить грызунок, скорее всего, в него не войдет мой держатель для сосок, потому что там очень маленькая мордочка, она прям, ну, совсем небольшая, и поэтому мне туда надо еще что-то связать, я думаю, может быть, бублик мне связать, чтобы он туда вошел, но не знаю, смогу я это сделать или нет, успею или нет, посмотрим, потому что хочется повязать и другие игрушки, не только вот к бэби-боксам. Ладно, и после того, как я показала кошечку в своем телеграм-канале, но я, кстати, ее не показывала еще в платье, вот на данный момент, когда я снимаю это видео, выложу, скорее всего, сегодня сделаю фотографии, выложу, но уже девочки пишут, что хотели бы повязать такую же и просят мастер-класс, и поэтому на следующей неделе, кроме того, что я буду завершать этот бэби-бокс, я начну делать мастер-класс на кошечку, и здесь я подобрала пряжу, которую буду использовать, но пока я еще не до конца уверена, какую, я решила использовать для основного цвета вот такой серый ярнар джинс, показываю два мотка, или темный, или светлый, но скорее всего, больше сейчас склоняюсь к светлому, это 49, этот 46, склоняюсь сейчас больше к светлому оттенку, потому что это будет тоже для девочки, а почему для девочки, потому что мне просто нравится сочетание вот этих вот цветов, это 20 ярнар джинс, а это ярнар джинс 0,3, и как вы поняли, основа будет 49, костюмчик, пижамка будет 0,3, и платье будет 20, но мне нравится и вот такое тоже сочетание, но с розовым, конечно же, больше, сочетание с розовым, серым и белым, это такая классика, мне кажется, и опять же, мне хочется, чтобы на мастер-классе было видно серый, вот поэтому я сейчас думаю, может быть, мне темный взять серый, а не светлый, может быть, вообще коричневый, может быть, вы мне напишите в комментариях, каким бы цветом вы хотели видеть кошечку, почему я не беру основным цветом молочный, потому что при съемке мастер-класса будет плохо видно петли, будет плохо видно детали, и поэтому мне нужно какой-то такой поярче чуть-чуть цвет, серый, коричневый, Какую еще можно? У меня фантазия заканчивается, не работает. В общем, может быть, вы мне подскажете идею, каким цветом, в каких оттенках мне связать, например, в следующую кошечку. Может быть, я что-то придумаю. Но пока что вот у меня такие идеи. Вот. И еще забыла вам рассказать. Так, это значит на следующую, на кошечку, на мастер-класс. И забыла вам еще показать пряжу, которая мне пришла. Да, вот такая пряжа. Это Газал Органик Бэби Коттон. В прошлых видео, когда я рассказывала, что я не нашла такой пряжи, что, оказывается, Газал он весь с акрилом. И нет смысла там покупать хлопковую для обвязывания бусин. Ну вот, посмотрите, мне девушка посоветовала, что есть вот такая пряжа. Газал Органик. Именно Органик Бэби Коттон. И он 100% хлопок идет. Цвет здесь 426. 100% хлопок. 50 грамм на 115 метров. И посмотрите, как он подошел к этому платью. Прям вообще один-один. И что, вы думаете, он просится? Он просит, чтобы из него связали носочки, пинетки и шапочку. И чтобы они вошли вот в этот бэби-бокс. Конечно, я буду пробовать вязать из этой пряжи шапочку, такую же крючком. Только мне надо крючок чуть-чуть побольше взять. Буду пробовать вязать носочки. И покажу вам, что получится. Но пока не знаю, когда я это буду делать. Может быть, потихонечку, когда будет свободная минуточка, вязать. А может быть, уже после марафона. Но мне очень хочется к этому бэби-боксу связать тоже шапочку и пинеточки. Вот из этой пряжи, потому что это очень подходит. Но вы поняли, что пока на горизонте дракоша у меня отпал. Отлетел, улетел. И когда я буду его вязать, я, честно сказать, даже не знаю. Пока у меня кошечки. Вот такой вот он творческий беспредел, творческая фантазия. Куда потянет, там то и будет. Ну что, дорогие друзья, спасибо большое, что вы посмотрели это видео до конца. Я приглашаю вас присоединиться к моей группе ВКонтакте. Здесь я оставлю сейчас QR-код. Также под видео оставлю ссылочку, по которой вы можете пройти эту группу. Там мастер-классы мои все выложены. Там же можно их приобрести, написав мне. И еще я вас приглашаю в мою группу в Телеграм. Там я пишу актуальную информацию, то, что происходит в моей жизни. Там появляется информация раньше, чем она появляется на YouTube. Там я показываю свои игрушки. В Телеграм я буду набирать девочек для тестирования, в том числе и для кошечки. На нее обязательно буду проводить тестирование. Поэтому, кому это интересно, переходите в мою группу в Телеграм. Подключайтесь. Там же я буду выдавать иногда и купоны на скидки. Всем очень рада. Пишите свои комментарии, отзывы. Присылайте мне фотографии готовых работ по моим мастер-классам. Я их стараюсь выкладывать и в ВКонтакте, и в Телеграм показывать, чтобы все смотрели, любовались и выбирали для себя, ну, как идеи брали для себя, как связать. Потому что все мы разные, у всех очень разные идеи. И когда мы смотрим друг на друга, мы друг дружкой, мы всегда вдохновляемся. А на этом все. Всем пока-пока. Увидимся с вами через неделю. Будет уже третья неделя марафона. Посмотрим, что я успею связать за это время. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok